Мощность этого разряда Барнаульцы активно обсуждали в соцсетях весь следующий день. Сумасшедшая ночная гроза в ночь с 13 на 14 июня разбудила и людей, и машины. Тогда молния ударила в дом на улице Попова. Учитывая дожди и непогоду в последнее время, такие случаи не редкость. К примеру, ранее молния попала в колокольню Знаменского храма в Барнауле, а в Рубцовске в ночь на 16 июня местный фотограф зафиксировал не меньше 300 разрядов. Жители уже с опаской смотрят на лето. Просто шел, шел, и вот рядом в столб ударила молния. Все, ничего такого. Конечно, испугался. Главное, что ничего не случилось, я считаю. Все. А на сколько близко был столб? Метров 10. То есть он вас спас? По сути, да. Деревья падали во дворе. Точнее, у меня, у соседей во дворе падали деревья. Вот, я думаю, это им помешало. Ну, то есть, например, год назад, в принципе, то же самое? А, нет, ну, в прошлом году не было. В этом, да. А в позапрошлом? А не помню. Грозовые рекорды многие ученые объясняют глобальным потеплением. По мнению специалистов, это способствует тому, что пара выделяется больше. Он формирует такие тучи, где происходит, условно говоря, трение теплых и холодных воздушных масс. Маловероятный фактор, но его полностью не исключают последствия паводка. Воды в этом году было больше обычного. Вода – это испарение, которое и создает грозу. Возможно, все-таки есть такая зависимость, потому что в районе экватора, мы знаем, там частенько идут тропические дожди. И, конечно, там больше всего наблюдается дней таких грозовых. Поэтому, да, такая зависимость есть. И по этой же причине у нас летом наблюдается больше гроз, чем зимой. Но если повышенную частоту и интенсивность гроз местный ученый еще признает, то аномалии это не считает. Мы не видим таких глобальных изменений сегодня. Все находится в пределах нормы. Мы знаем, что иногда и лето бывает холодным, а иногда очень жарким. Поэтому тут много факторов. И тем не менее, опасностью гроз не стоит пренебрегать, считают специалисты. Чтобы избежать попадания молнии, советуют определить, насколько далеко она бьет. Так, увидев вспышку, нужно посчитать секунды до звука грома и умножить это число на 340. Получится расстояние до удара молнии в метрах. Если гроза рядом, нужно избегать воды, открытых пространств, высоких деревьев. В городе все проще. На многих домах есть молнии от воды. Чем выше дом, тем полезнее это приспособление. Ирина Корчагина, Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком.